У вас есть дом, коттедж или даже баня. Не забудьте поставить на налоговый учет. Важный вопрос увеличения налогооблагаемой базы за счет незарегистрированных ранее объектов недвижимости обсуждают на всех уровнях. Сегодня Московская областная дума. Правительство области совместно с БТИ, налоговыми органами и администрациями муниципальных образований реализует масштабный проект по выявлению и вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов капитального строительства частной формы собственности, а также объектов зарегистрированных, но по различным причинам не попавшим в налогооблагаемую базу. Эта мировая практика построил «зарегистрируй и плати налог». А налоги на имущество и на землю – основа местной казны. Самое главное, что эти деньги идут в бюджет муниципальных образований. И причем сейчас сложилось так, что жилья настроили в наших коттеджных поселках москвичи. Вот живут они, пользуются дорогами, пользуются другими благами, ну и должны платить налог. Это было бы правильно. В Думском форуме приняли участие члены правительства области, руководители ведомств и, конечно, представители подмосковных муниципалитетов, в том числе и Щелковского района, на которых и лежит задача проинформировать и, скажем так, уговорить собственников зарегистрировать свое имущество. Почему они это не сделали сами? По разным причинам. По нежеланию, незнанию, отсутствию мотивации. Позволяло и несовершенство законодательства. А многие объекты еще с советских времен не были поставлены на кадастр. И чтобы оформить их сегодня, надо поднимать архивы сельсоветов. Так что проблема носит и законодательный, и организационный характер. Решать ее начали в сентябре. Разработали ряд методик. Например, результаты аэрофотосъемки сравнили с имеющейся базой Росреестра. Провели три выездных заседания профильного думского комитета по имущественным отношениям и землепользованию. В Королеве, Одинцове и Щелкове. Уже есть результат. Если говорить о результатах, то с начала реализации проекта в сентябре прошлого года выявлено более 150 тысяч объектов недвижимости без кадастрового учета и регистрации прав на него. Поставлено на кадастровый учет на данный момент более 81 тысячи объектов капитального строительства с потенциальным ростом налоговых доходов от налога на имущество физических лиц свыше 246 миллионов рублей. Серьезная работа всего за такой небольшой промежуток времени. В некоторых муниципальных образованиях количество незарегистрированных построек достигает 40%. 2680 объектов выявлены в Щелковском районе. Порядка 500 уже поставлены на кадастровый учет. Созданы и работают комиссии, которые вручают собственникам уведомления. Свои письма рассылают налоговые органы. По словам выступавших на форуме, эта работа не только наполнит бюджет, но и поможет самим собственникам. Оформить права на этот объект недвижимости необходимо еще и для того, чтобы этот объект в юридическом поле существовал. Чтобы можно было совершать с ним сделки, сдавать в аренду, продавать и так далее. До конца года планируют выявить не менее 500 тысяч незарегистрированных объектов недвижимости по всей области. Если все их поставить на учет, получится порядка 2 миллиардов рублей. По итогам форума выработаны предложения в виде законодательной инициативы депутатам Госдумы, чтобы отрегулировать процесс вовлечения имущества в налоговый оборот и чтобы мотивировать собственников ставить объекты на учет. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова